Универсальный персонаж, который понравится всем. Этакий гибрид Человека-паука, Бэтмена-Халка, Супер-Женщины и Супермена. В каком горяченном бреду родился этот образ, не хочу даже задумываться. Ух ты ж ё, зашёл в ванную ручки помыть, а в итоге придётся мыть не только ручки. Это же не дизайн, это краткая инструкция по лечению запора. Вот теперь я понял смысл выражения «глаза на лоб полезли». Я-то всегда думал, что это образная фраза, а дизайнер умудрился сделать её вполне реальной. Привет, с вами канал Фактория. Любите бургеры? Ну, такие, чтоб горячие, сочные. Надеюсь, вы их любите настолько сильно, чтобы прикупить себе комплект одежды и даже рюкзак, раскрашенный под любимое блюдо. Казалось бы, Пикачу очень простой персонаж, его может нарисовать даже первоклашка. Но нет, какой-то умник умудрился перепутать местами глаза и щёки. Говорят, что этот туалет предназначен для детишек. Ну, видимо, чтобы им было не одиноко и заодно было очень-очень страшно. Вы, кстати, тоже не забывайте присылать свои интересные фотографии по ссылкам в описании. Иначе как мы найдём всё самое интересное в этом мире без вашей помощи? Трудно в это поверить, но это Добби. Да, согласен, без подсказки его узнать трудновато. Интересно, и почему это дети постоянно пытаются грызть разноцветные мелки для асфальта? Действительно, просто удивительно. Может быть, не стоило делать их в виде разноцветного эскимо на палочке? На самом деле, быть знаменитостью – это страшно. Никогда не знаешь, кому в голову придёт сделать диван с твоим лицом. Видимо, это специальная горка, которая готовит детишек крутым жизненным поворотом. Чтобы не расслаблялись и тренировались с малых лет. Именно так выглядит место суперэконом в любом самолёте. Ну, в общем, оно находится за пределами борта. Просто бежите за самолётом, как успеете. Очень интересная штуковина для настоящих любителей пиццы. Вы можете всегда носить с собой кусочек и повесить его на шею. Ну, по крайней мере, дизайнеры считают, что без этого, ну, никак не обойтись. Почему вы так удивляетесь? Ну да, восемь умножить на один будет семь. В конце концов, дизайнеры не на математиков учились, знаете ли. Они не обязаны эту вашу таблицу умножения знать. Да чего вы пристали-то? Географию дизайнеры тоже знать не обязаны. Ну да, подумаешь, перепутали Запад с Востоком. Тоже мне проблема. Так, кабинет офтальмолога, переносная версия. Ну, серьёзно, как можно было додуматься напечатать таблицу для проверки зрения на шубе? Партию в шахматы пришлось вынужденно прекратить, просто потому, что игроки перестали понимать, где чьи фигуры находятся. Нет, конечно, шахматы из камня, это очень стильно, но совершенно непрактично. Вы только представьте, какая-нибудь маленькая девочка мечтает стать русалочкой, а ей в подарок присылают вот такой костюм. Все мечты сразу, как рукой сняло. Кто-нибудь знает, что это за без носа чудище с зайчьими ушами? Я бы предположил, что это осёл, но вы где-нибудь видели жёлтых ослов? Это вы что, намекаете, что дизайнеру нужно уметь считать хотя бы до пяти? Хотя бы на пальцах? Ну нет, мне кажется, это завышенные требования. Идеальный диванчик для настоящих любителей японской кухни. Всегда мечтал поспать на гигантской креветке. Эй, ты, мясо! Ну, а как ещё обращаться к человеку в такой кофте? Мне кажется, все вообще быстро забудут, как его зовут. Да уж это будет очень странная фотография. Не каждый день удаётся получить фотку, где твоё лицо на лбу у коровы. Ну, просто не подошвы, а идеальная обувь для коллекционера. Вышел на прогулку, а вернулся домой уже с коллекцией минералов со всей округи. Осталось только выковырять эти камушки из дырочек. Очень интересный знак. Видимо, запрещается воровать у людей почки. Больше я не знаю, что это могло бы значить. Да, понять разницу между радостным и грустным ребёнком на картинке удаётся не сразу. А некоторым не удаётся вовсе. Ох уж этот знаменитый Нью-Йорк в Швеции. Там, говорят, Эйфелева башня красивая, не передать. Ну, а что, мы уже выяснили, что география – это не сильная сторона дизайнеров. Нет, ну вот только посмотрите на эту предательскую мыльницу, которая плюёт вам мылом чуть ли не на локоть. Не знаю, кто её придумал, но вот его уволить точно надо, причём срочно. Интересно, кто-то действительно покупает себе кофту, которая выглядит так, словно на неё уже пролили отбеливатель? А может и правда пролили, а потом просто назвали это дизайнерским решением. Ну вот, уже второй раз выясняется, что при счёте дальше четырёх у дизайнеров начинаются какие-то проблемы. Ну, ничего, ещё научатся. Я не понял, для кого делали эту остановку – для птиц или для людей. Ну, как бы крыша из сеточки не защищает ни от дождя, ни от снега. Зато на ней очень удобно сидеть голубям и гадить на голову людям, которые ждут свой автобус. Это же, о чём нужно было так задуматься, чтобы перепутать у бедной игрушки руку и ногу местами? Даже жалко детей, которые будут в это играть. Ну, подумаешь, ну не попали. И вообще, может быть, это новая технология летающей маски, которая сама будет парить где-то около лица? Я не пойму, у них там что, склад с лампочками неоприходованный? Они не знали, куда бы их прилепить, поэтому сделали светильники на всех поверхностях, до которых смогли дотянуться? Какая удобная калитка, просто обалдеть. Знаете, что ещё удобное из неё получится? Лестница. Зато, если забыл ключи, никаких проблем, просто перелез и всего делов. Окно или дверь? Нет, пожалуй, всё-таки окно. Они бы хоть табличку повесили, что это должно было быть по замыслу автора. А давайте сделаем этикетку прямо внутри обуви, чтобы она натирала людям мозоли. И они каждый день недобрым словом вспоминали дизайнера, в котором пришла в голову эта чудесная мысль. Но и на кого рассчитаны эти квадратные носки? Остаётся только предположить, что это у дизайнеров такие квадратные ноги. И они их сделали для себя. На чью голову рассчитана эта маска? Нет, я не спорю, защита действительно отличная. От самых плеч и до макушки точно ни одна бацилла не пролезет. Покупаешь себе куртку, потому что у неё удобные карманы? Обойдёшься! Тебе замочек для кармана сделали? Вот и хватит! В каком бреду расставляли эти кресла в сквере? И да, они совершенно не двигаются, их буквально вмуровали в бетон. Идеальный набор посуды. Её можно вообще не мыть. Какая разница, что её мой, что не мой, она всё равно выглядит так, словно покрыта плесенью. А как вам подушка, узор на которой напоминает тысячи маленьких жучков? Наверняка на ней очень удобно спать. Как бы так поставить унитаз, чтобы сразу было понятно, что ты не такой, как все, и вообще сильно творческая личность? Ну, например, его можно поставить по диагонали. Это вообще многое говорит о владельце. Сумка в виде половины леща. Ну, хорошо, допустим. Но меня теперь волнует вопрос, где вторая половина? Угу, понятно. Мяу. Интересно, и где же дизайнеры умудрились встретить собаку, которая так радостно мяукала? Какой-какой год? Нет, серьёзно, я не понял. Тут как минимум один лишний ноль. Я, конечно, понимаю, дизайнер очень старался. Он написал номер дома большими цифрами, чтобы хорошо было видно на стене. А слабо было написать его горизонтально. А то неувязочка получается. Просто вершина дизайнерской мысли – волосатый потолок. Ну, серьёзно, он же выглядит так, словно на него кто-то клеил выпавшие волосы в течение многих лет. Нет, я не верю, что эти скамейки так поставили случайно. Мне кажется гораздо более вероятным, что их специально поставили в точности там, где есть дырка в крыше, чтобы они всегда были мокрыми во время дождя. Покупаешь себе милое одеяло с простым деревенским узором. А там какой-то шутник додумался нарисовать жука. Нет, зрение вас не обманывает. Это действительно юбка с капюшоном. Наверное, чтобы уши не мёрзли, если они у вас в необычном месте. Вот бы у морской свинки было такое специальное место на мордочке, предназначенное специально для глаз. Жалко, что дизайнер не смог найти такое место, поэтому пришлось проделывать дырочки дополнительно. Идеальное платье специально для девушек, которые мечтают выглядеть как ходячий зелёный квадрат. И всё бы ничего, вот только оно стоит больше пяти тысяч долларов. Дизайнер, создавший эту табличку, вообще детей когда-нибудь видел? Он в курсе, что у них ноги начинаются не от подмышек? Поднимаешь в кафе голову наверх, а там? Там гигантский стеклянный светильник, наполненный резиновыми уточками для ванны. Как до этого могли вообще додуматься? Что может заставить молодую современную девушку купить себе сумочку в виде старой, всеми забытой сигаретной пачки? Но дизайнеры почему-то уверены, что это просто предел мечтаний любого человека. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо и до новых встреч на канале Фактория!